здравствуйте друзья с вами на канале голос силиконовой долины светлана портнова и михаил портнов вот такая незатейливая разница значит мы поговорим на тему о недостатках в соединенных штатах тут вопрос был я расскажу меня немножко задача в шей вопрос такой вот расскажите недостатках сша объективно объективно они с точки зрения вот там и иммигранты эмигранты там какой-то конкретной страны должны быть объективные недостатки дело в том что я даже представить себе не могу дать как этот петька с василий вам квадратный трех член до выделить не то что там корни формула для вычитания корней это же представить все такое не могу я не могу тебе писать объективных недостатков дело не в этом дело дело в том что каждый человек видит мир через себя поэтому а что такое объективно это с чьей точки зрения идти постой объективный когда независимо . когда ты высказываешь суждение недостатка рачья . зрение должна быть чтобы она была объективной это очень смешно получается по определению ну и кроме того понятно что любая точка зрения она найдется поддержку и найдет оппонентов и зависимость того в каком месте она высказана там будет больше за или больше против поэтому я я как бы не хотел бы даже пытаться что-то объективное такое найти я в не в состоянии субъективное не в состоянии найти объективно я думаю это даже вместе не выйдем на тот уровень объективности о котором идет речь но все-таки я бы сказал так что когда речь идет о недостатках о проблемах да люди которые задают этот вопрос или которые интересуются я могу вам сказать друзья что блогеры очень хорошо знают какие темы какие ключевые слова вызывают гораздо больше притока посетителей вот так сказать просмотров на этих видео в частности вот всякий негатив так вот там крах доллара секвестр какой-нибудь там или там извержение вулкана или наводнение или засуха или замерзла все черты матери и так далее люди на вот вот это вот идут гораздо активней потому что когда все хорошо все хорошо а вдруг проблем какая а мы не знали а потом по нам шахнула и вот тут все вот и и получилось поэтому вообще люди охотнее реагируют когда какие-то катаклизмы когда случается чем когда все хорошо светит поэтому новости смотреть невозможно понимаешь потому что они собирают такучи это же форма манипуляции то есть когда многократно увеличивается так сказать важность тех или иных событий вот это напрямую манипулирование общественном сознании абсолютно да так вот к чему я рассказываю что все-таки почему люди спрашивают про недостатки потому что вдруг я вляпаюсь в этот недостаток по незнанию и это на самом деле хорошо понятно поэтому мы сегодня подгрузили видео вот пока мы сейчас записываем вот этот разговор грузится то видео которое там через несколько там десятков минут появится в доступе я надеюсь что когда вы повесим уже вот то что мы сейчас записываем уже много народу посмотрит то мы пытались там поговорить сегодня с несколькими людьми о недостатках это люди которые давно в стране я бы сказал но оставили вопрос не недостатках а мы ставили просто вопрос директор лоб что называется лоб вот что вам конкретно не нравится нам ну конечно лично лично но недостатки страны и теперь лично тебе не надо теперь ну естественно все субъектив и есть колоссальная разница между тем кто недавно приехал и тем кто давно приехал и тем кто здесь родился потому что кто родился он даже не бывает о чем речь поскольку он привык он другого не знает и он собственно думает а где что-то недостаток тот который вообще не думает выносится за скобку как бы поскольку изменить ничего нельзя и тогда поэтому значит недостаток он всегда идет с точки зрения сравнения сравнения с чем-то теперь дальше еще вот я бы я бы сказал что в недостатках есть один момент очень важный момент состоит в том что вот или ты турист или как это у нас называлось было такое слово вот лимитчик лимитчик пришел пошабашил и уехал там куда-то водитель который здесь живут а есть гастарбайтеры пришел папа какие-то срубил и повалил дальше они по-разному относятся к месту в котором живут анекдот был на это дело так нет расскажи как же что человек попадает давать в ад и все там тихо так спокойно в аду вообще замечательно но скучно скучно а тут едет тройка и там мужики веселые горит суши отсюда сидишь скучаешь поехали с нами температуризм и эмиграция нет это понадобится немножко другое я имею ввиду вот что люди которые недовольны чем-то например с юных штатах делятся очень резко на две категории люди которые приехали жить в эту страну и люди которые попали как-то вот в эту страну но абсолютно не как сказать мозгами они в другом мире а ну скажем студент до который собирается вернуться он не принимает это какая-то моя страна это не его страна он ее сравнивать со своей страной даже те которые приехали на постоянный житель все равно сравнивать со своей страны конечно отношение другой отношение другой на самом деле вот этот вопрос очень интересный конечно наверное прямая аналогия может быть она неуместна но когда спрашивают как люди так долго живут в браке да и вот люди живут долго в браке прежде всего почему потому что не было из установки что этот брак вот один на всю жизнь и точно так же когда ты уезжаешь в иммиграцию насовсем у тебя в голове сидит что-то совсем уезжаешь и чтобы не случилось тебе нужно здесь выжить элементарно а как-то ты оставляешь квартиру там может день какие-то может машина коржи взрослой там сочек на случай чего вернусь вот это вот сама ощущение возможности изменить ситуацию вернуться обратно порой делает невозможным собственно продолжение потому что корни не пересаживаются корни там а значит веточки то есть это правда то есть на самом деле я просто что хотел сказать что отношение к стране как человек который в ней живет и человека который в ней не живет поэтому вот я бы различал тоже но мы записали сюжете с людьми которые здесь живут давно вот чего бы они там меняли но вы наверное уже послушали и у вас есть возможность послушать и я дамы нации смешные там вещи правда то есть ничего такого фундаментально такого даже прям за горло схватить у них нету ну вот есть по мелочи какие-то странные такие неудобства что я бы сказал что человек который при приехал например новенький да он вообще внимание не обратил конечно это на самом деле все эти мелочи конечно замечаешь их сразу то есть во первых когда нужно налоги платить сразу тут же за покупку да если она непродовольственна приятный момент особенности начали ты будешь как мы первый раз попали на это нет в нью-йорке было что мы хотели купить мы что-то купили там написано было там доллар семьдесят пять мы приходим в кассу аливерсиньдесят девятьдесят но не важно что она стоила и они стал больше берут и мы и мы говорим как же так а не год вот еще так и они и на этом ценнички которые давали подвижно без на плюс там чего-то какой-то процент так миленько тогда это кидалово в первое выставили кинули обманули гады там-то а люди которые там живут они настолько все в этого они даже не поймут о чем речь поскольку это уже не так или нормально поэтому найти найдено это точно это очень психологический трюк сама на него попадает до сих пор вижу цену и смотрю что это будет 19 долларов все-таки они 20 это специально так делал да не сотен простись печь которым от привыкнуть вот говорят на что тот улыбки таки не искренние да как правда мы видели такие улыбки правда не казенная поворачивается к тебе такая улыбка а потом отворачивается уже нет улыбки на самом деле это как этому относиться опять это тоже вопрос чисто субъективно как это можно сказать что не искренне а может сказать человек очень любезно он тебе повернулся и пошел по своим делам тоже точка отсчета разная я тебе другой случай расскажу вот и я не хочу там конкретно на персонале на персонале и бери там ты знаешь о ком речь а ребята минут тут был дяденька один приехал ему лет 50 было приехал ну из беларуси таких мест поглуши и он попал в кафетерий с другим человеком тот его повел в кафетерии это буквально там в один из первых дней его пребывания в сша и тот и он мне рассказывает он как соляшки вот там кафетерии были я куда могут обнять мексиканочка одна на раздаче стояла так улыбалась я как улыбался где-то ты слепана у нас у нас так улыбалась все снимай передник почти в кусты это опять же субъективно вопрос об улыбках понимаешь ну да так что действительно сегодня мы не воспринимание как не искренности или проявление неискренности а просто как проявление любезности да вот как ни странно да но человек который тебе улыбается к нему проще обратиться к нему как бы ты расположен лучше и даже хочется дать больше чаевых но это они улыбаются за деньги ну подожди это я шучу это за деньги но в целом конечно приятнее когда тебе в лицо человек улыбается чем когда он сквозь зубы говоришь какая-то гадость у тебя в жизни в американская было что-то когда ты говоришь как мне в общем достала эта система или вот какие-то вещи которые здесь вещи тебя достают ты знаешь что да да меня даже вот если приходится иметь дело с государственными органами так это вещи до строительства нет нет в любом проявлении даже строительство это меньше все тоже там не так много нужными но вот если речь идет о чем-то суд где ты должен что-то получить государство государство просто она дает то что положено если тебе положено тебе дадут но тебе так изморозки спортует крита такое количество бумаг причем мало того такое впечатление что люди которые сочиняют эти бумаги они специально издеваются над теми кто должен заполнять а как правило это люди совсем необразованные и плохо понимающие там такой язык что я еще хочу то что мама твоя вообще за всю нашу жизнь когда мы только приехавшие заполняли эти бумаги без четкого знания эти бумаги заполнить невозможно все же касается государства американец простой тоже не заполнить нет нет я об этом это рассчитано специально что люди не заполнить и на самом деле здесь есть большой смысл то есть это бюрократическая система борется с теме не застать нет заполнить они автоматически отсекаются то есть просто расслабленный точь секунду расслабленный американец который находится на пороге бедности казалось бы может получить эти бенефиты когда он только смог он даже у него английский язык родной он смотрит эти бумаги он понимает что он вообще ничего не понимает но ведь для этого есть социальные работники есть всякий но он просто нужно напрячься найти такого работника просить чтобы могли бы совершить какую-то работу очень многие люди просто не получают эти бенефиты просто потому что они в состоянии пробиться через это и вместо того чтобы получать пособие по безработице идут и сразу работают дальше или сегодня вот стояла женщина на углу мексиканского обличия просила милостыню понимаешь ну есть есть бомжует да еще раз сказать может быть этот человек может получить бенефиты скорее всего может тут очень много разных программ в силу полу грамотности своей не владели в силу нежелания быть на этих бенефитах и это тоже надо как-то как нежелание вписываться во что-то хотя насчет нежелания это так скажу и когда еще мы только приехали жили сан-франциско да я работала в нон-профити в центре города да а в центре города очень много вот этих бомжей которые живут где-то там на улице из пятого одеяла там же относительно тепло все-таки в центре города вот и каждое утро наше двери сидела очень грязная женщина и ей соседнего китайского ресторана давали еду в коробочку вот и какой-то был рейд такой полицейский когда всех этих бомжей собрали и обязательно порядке вымыли она была очень грязная от нее плохо пахло и ее все одеяла вот эти все шмотки все было ужасно вонючее просто проходишь и запах стоит такой и от мыли то есть ее не было двое суток потому что 3 сутки она появилась такая же грязная даже подумала где он успел так измазать явно ее отмывали все-таки в тех же самых тряпках водючих тряпки и никто не будет есть ранее все вонючее грязное такой же и вот свобода пожалуйста сидится на самом кто послушал вот если мы говорим уже недостатках вот это как-то понимаешь как это социальная проблема и эти люди действительно некоторые из них вот так предпочитают жизнь это их выбор другое дело что они мешают другим людям дают свои воню и я помню в офис как-то зашел этот самый тоже но они пугают как будто они пугают но дело в том что здесь в долине где мы живем и гораздо меньше а почему их меньше потому что у нас меньше людей ходит пешком то есть вот эти бомжи они сидят и в надежде что им кто-то что-то падает там где люди ходят по краям все-таки нужны живые люди а на все на машинах ездят поэтому их меньше хотя тоже они попадаются но значительно меньше очень мало это не расскажи он у тебя там когда-то вендели стоял там был с которым он регулярно носил еду а вот он такой местный официально как бы там все время сидел до наш вот там где я подрабатывал владелец бизнес . магазинчик и он с утра покупал три стаканчика кофе и три булочки значит мы одну мне один набор так сказать мне один себе один он отдавал этому холмлессу бездомному который так благодарна принимала так достоинству да это прям так вот и у нас вот возле этого офиса сидела эта женщина и соседних ресторанов китайских прям ресторанных коробочках давали понимаешь тут вопрос в чем вопрос там где решение проблем потому что в демократическом обществе понимаешь ограничен набор средств которыми ты можешь воздействовать на людей да пусть даже вот они в таком состоянии я помню я не знаю ты в киеве желаю я тоже я же посетили исчезли инвалиды тоже поняла чем я говорю значит когда мне было лет я по 6 5 6 это был что-нибудь шестьдесят второй год шестьдесят третий год вот такого плана я продолжу по улицам ездили на тележках люди лишенные нижней конечности причем на тележке вы не тележки а деревянное место колес там были подшипники да и у них руках были две деревянные колодки они этими колодками отталкивались от асфальта и ездили вот на этой тележке они стояли у переходов пешеходных они находились у магазинов вот это вот не на хлеб прошу на водку прошу они были избиты они были несчастны страшно смотреть было на них это были а многие были с орденами это были участники войны инвалиды войны я просто не боялась таких вот у них был очень отталкивающими и они были пьяны и что случилось советская власть поступила с ними в кавычках гуманно да свезли их всех на остров питером под ленинградом дали им водки вдоволь работки вдоволь это я не уверен как очень многое произвел уже сегодня ты известный факт можно их ним там разрешали пить до полусмерти они постепенно но если это может быть не может быть позволяли там ну просто забыться надо было это несчастные были после войны было бы очень-очень много другое дело что может быть их надо было всякие дома и санатории пристроить намного раньше чем там 20 лет по окончании войны это это отдельная история просто ими никто не занимался но я что хочу сказать что их как бы насильственно там взяли это вывезли все это куда-то свезли то есть допустим в америке может быть предложили бы но если бы они не хотели бы не тронули моя первая мысль была когда мы только приехали здесь тротуары сделаны таким образом чтобы человек на инвалидной коляске мог съехать чтобы не было ступенечки вот и я хочу сказать вот что что а я удивилась еще дело в том что даже когда мы жили уже последние годы в советском союзе не было инвалидов на улице потому что у них не было инвалидных кресел они не могли передвигаться они были прикованы да и это самое их не было просто а здесь сразу видишь вот эти спуски и очень много инвалидов и на улицах и в общественном паре помнишь как мы первый раз увидели как автобус подбирает человека внутрь забирая человека на инвалидной коляске это было невероятно глаза на лоб вырезали это было 25 лет назад мы приехали этом мы это увидели сразу то есть это было уже задолго до того я понимаю что тут написано понятно значит если ты значит и выпил там малька ты все равно значит совершаешь вождение под влиянием сказать алкоголь понятно почему они пишутся народ пьяный сейчас что я заметил последнее время наверное участились какие-то случаи потому что действительно многих привеев появились вот эти надписи раньше не было а вот скажи мне такую вещь из недостатков вот некоторые ругаются и к что вот америка полицейское государство здесь за про всех все известно вот там система социального страховать к известно например сколько ты заработал где заработал то есть но не это известно как правительство это неизвестно там каждому желающему но во всяком случае все на компьютере все крутится все вертится там ничего не скроешь там все твои вся твоя недвижимость все твои долги по кредитным картам все твои судимости все вот так раз на кончике пера значит это это плюс или минус ты не боишься что государство например может злоупотребить вот той информации которую есть против граждан что понимаешь как она конечно может если ты представляешь какой-то интерес вот это будет государство если ты никакого интереса не вся слишком много людей на которых есть эта информация чтобы заниматься каким-то разбором но если ты не плачешь налоги например или у тебя есть какие-то эти самые то это сплывает моментально я-то свет друг друга я это пытаюсь на доскать мои российские мозги перевернуть например вот какой-нибудь государственный чиновник который имеет доступ вот возьмет и продаст это бандитам и они начнут там допустим людей у которых какие-то средства есть например начнут потом потрошить я такой возможно ты считаешь я думаю что чиновники не вот это принципиально на отличие то что все-таки чиновники здесь не берут взяток за то чтобы продать что-то но может быть там какие-то есть единицы которые перебегают потом это неизвестно чья не в итоге в целом как система нет в обществе этого никто не боится я хочу сказать что например полицейский останавливает тебя да и он же не берет из тебя денег никаких он оформляет бумажку кого-то и это все там отправляется в полицию это больше не у кого да ни у кого даже мысли не возникает предложить ему деньги чтобы он этого не делал ведь в принципе это что же самое секунду наказание страшно да я уже об этом говорю то есть ни у кого даже мысли не возникает слушай я сейчас дам ему там не за 100 долларов 200 до чтобы он этого не делал и у него нет мысли взять какие-то деньги за то есть мысли нету даже он дорожит своей работой дорожит своими бенефитами поэтому вот это же просто в ментальность какая-то другая уже да а ментальность она сделана со мной стороны кнутом и с другой стороны пряником кнут в виде наказания а пряник в виде хороших бенефитов на работе виде хорошей работы уважение тогда думаю что изначально корнями это уходит в протестантскую этику потому что страна все-таки основана верующими людьми которые бежали из европы едешь на одной вере далеко не уедешь но тем не менее тем не менее это лежит в основе протестантская этика это это как бы нравственность этой страны с одной стороны с другой стороны все равно есть система поощрений запретов и люди не делают чего-то потому что боятся наказания прежде всего я думаю что в основном это они не делают это потому что они внутренне это не приемлют они не крадут не потому что боятся что их поймают они не крадут потому что это противоречит их жизненным принципам да вот здесь например на экзаменах студенты не списывают вот не списывают и все вот в нашей школе списывают американских школах не списывает более того это страшный позор если увидит кого-то что-то список себя не уважаю страшно и в россии слышу когда не сдают этот единый государственный экзамен ухитряются как только не здесь проносят телефоны а где-то это читаешь не то что специально на это смотрю но где-то бывали какие-то отрывки и говорят что вот там эти самые учителя которые должны наблюдать за правильностью прохождения экзамена дают готовые ответы участвуют в коррупционах здесь такого нет в принципе я даже не могу себе представить как бы учитель школе там давал студенту ответ на какие-то есть очень серьезные например экзамены которые идут по несколько дней на получение лицензии адвокат три дня медицинские тоже там что несколько дней очень сложные экзамены по получению контракта сразу выгонят сразу да и получишь волчий билет потом вообще начнешь волчьего билета не знаю но с экзамена выгоняют на раз я хочу сказать что мы в школе сейчас тоже начинаем менять нашу систему вот мы ее на самом деле обсудили осталось только ее внедрить в жизни я думаю кардинально сейчас изменимся в этом смысле у нас не списывать не будут больше ну да потому что наши граждан уже приучать тому что списывать нельзя у них этики нет такой списал . кого-то обманул а кого себя обманул дело не в этом понимаешь что получается получается что мы вот как группа до значительной степени если нам сказать ребята вот значит это тебя это для тебя это в твоих интересах вот сиди занимайся и дать ему возможность не заниматься а например списать вот будет много людей достаточно много людей которые вместо того чтобы заниматься буду списывать конечно понимаешь в силу этого получается если ты даешь возможность списать вместо чтобы заниматься на самом деле развращаешь этих людей ты вместо чтобы показать им путь прямой достойный и так далее ты даешь им возможность остаться там где они были много лет вместо чтобы вытащить их куда-то много кроме того понимаешь как когда помощь рассматривается не как помощь тебе в получении чего-то а как некоторые обязательства со стороны школы что мы должны всех привести за руку всех устроить на работу а уж они там спишут они там что-то подтасывают это тоже неправильно знаешь насчет списывания я тебе хочу сказать вот я в советской школе когда учился в институте да я же был отличником и у меня все время списывали неприлично было не дать писать то есть списать было прилично а не дать списали это это уже просто ниже всяких этических норм как и списать не дал ты какая сволочь но ты знаешь как вот это кстати вопросы то что мне не нравится да слава богу нам учиться мне в этом случае не пришлось учиться на таком серьезном уровне там какие-то лицензии получали это было довольно таки сложно да система дело в том что мы в россии учились учение было вообще даже когда-то учение с удовольствием проблем не было почему потому что там ценилась как бы смекалка какая-то да умение аналитически мыслить и так далее а здесь ценится совсем другие вещи здесь ценится богатого умения пахать умение следовать инструкциям и хорошая память чудовищные объемы за чашечные объемы заданий и в чем в чем вообще три которые ужасно меня то что я к этому не приучена когда их с детства приучают в школе им это легко делать в колледже когда ты идешь получать лицензию какую-то и там multiple choice идет выбор правильного ответа и например на вопрос там какой-то из четырех ответов три выглядит вполне правдоподобный потому что там указана формулировка какая-то и может быть изменен допустим там какой-то этот или да и точно не помнишь там и или не знаешь какой ответ правильный понимаешь там настолько это все я как человек сочиняющий такие да тесты ну как бы в узкой области вот там в тестировании программного обеспечения поскольку я уже много лет преподаю и я знаю где они именно путаются я когда вопросы составляют именно я их туда и вставлять я понимаешь чтобы они научились именно через вот то ты всегда путаешь вот пройти через это чтобы уже больше не впадали но когда это наша советская ментальность не оценил совершенно другой теорему нужно было не запомнить а вывести а здесь ты должен дословно запомнить запомнить и вот это просто для меня было но это кошмар это так трудно было ужас я помню знаешь что я когда сдавал там эту инженерную графику у нас был зачет если ты помнишь с ответкой и я конечно формулу не помнил там чё там надо было но я не вывел там на году и волосить круто но не светли но нет и снять я умоляю это было полезно вот так вот как там геометрическое как построение какое-то было геометрическое и этот мужик который там зачет принимал он ведь неверно ягу как неверно я я вывел форму лягу вот и вот у меня вот я он значит неверно было то что я написал там 2r там что-то да он год назад не 2r 1 диаметр диаметра не да и он значит вот считал что я значит это те к вопросам а зазубрить я я я помню эту историю но про 40 лет прошло на послушать это же это это было возмутительно ну да да были педагоги которые ценили умение мыслить а не за за супер и на беру слухи и мы собственно выросли в такой среде где умение засупривать его зубрила да спорь с презрением не уважали не уважали а здесь наоборот зубрилами свет называли не те кто зубрил зубрилами надевать называли тех кто занимался занимался еще раз разные смысл в это вкладывается то есть там за не если ты хорошо очень хорошо учиться если ты можешь выйти в доске вывести теорему какую-то это нормально а если ты там чего-то выпустишь незаконно это прощался . а здесь вот именно те с детства приучают тебе память 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 в советской школе а здесь стихи не учат но они столько учат честное герцена мы ясно видим три класса три поколения действовавшие в русской революции вот . . у нас учится в школе и каждую неделю нужно выучить наизусть правописание 12 слова в конце месяца тоже набегает там хороших 50 слов прошу них спеллинг спеллинг очень сложно наизусть учатся английские слова у них своеобразный у нас были правила вот я до сих пор пишу и думаю вот такое правило нужно писать так а у них правил нету я я их тогда не очень знал а сейчас только кроме жиши не дружат с буквы а я все правила остальные из меня вышибло нет нет а я помню все правила как все я не скажу конечно что я все помню но вот когда я пишу я помню правила а их заставляют слова заучивать понимаешь стеклянные оловянные деревянные а почему не по я помню есть прижение первое второе цвета ты такие вещи как что меня сейчас заставишь стеклянные оловянные деревянные то что пишет и двумя или с одним а вот это слышит дышать на держать и ненавидеть слышит видеть там какой-то был целый стишок они из этого сочинили да ужас ну что света недостатках то давай мы обратно есть как мы все в сравнении начали начали мы с бездомных вот последнее отклонение наше было мы начали с бездомных и говорят а что лучше вот как те как как инвалидов войны их надо собрать куда-то насильственно что делать и вопросы не решить это очень сложные вопросы социальные и мы с тобой не находимся на таком уровне чтобы даже решение предлагать я не знаю это очень сложные вопросы ты считаешь у нас есть в стране ну или скажем так во всей стране мы с тобой не видим мы здесь живем вот какая-то напряженность и трассовые вот черные белые белые китайцы и там китайцы мексиканцы вот есть какая-то напряженность общественная или на уровне отдельного человека на уровне отдельного человека может быть абсолютно любой псих я имею ввиду я например знаю обществе нет ну вот я например знаю что в школах там где в классах много индусов да то эти индусы объединяются в группу и не дружат с другими детьми это я знаю то же самое происходит с мексиками сегодня только читала отзывы в нашем этом самом и женщина пишет что там я не помню в каком контексте но то ли мексиканские дети не дружили да вот что это самое русскую девочку американские не хотели дружить с русской девочкой она вынуждена была дружить с мексиканскими девочками есть такое есть в школе я думаю это связано с доминированием какой-то группы или там разными группами но вот во взрослой жизни вот мы видим мы видим чтобы там как то плохо конфликтно это плохо неплохо я не знаю но я скажу такую вещь что например за те 25 лет которые мы здесь живем появился огромное количество индусов их не было в те годы когда мы приехали практически вообще не было в хай-тек индустрии а потом что произошло они очень я не знаю какие-то черты характерно они тянут друг друга на работу то есть если появился один индус уже там через год будет 10 и они будут осознательно вот эти менеджеры будут набирать индусов потому что у них определенный стереотип поведения между начальником быть подчиненным и не нравится как другие к ним обращаются ну скажем так не индус им не дает в пиетете да и получается что да получается что остальные к нам школу приходили дали дать нам белых потому что у нас одни там но ты знаешь что нам говорили дайте белых нам говорили дайте индусов нам говорили дайте всех поровну дайте всех разных дайте да мы видим что эти вопросы как бы сказать в компаниях на них обращают внимание у меня была девочка не знаете бы рассказывала нет я на канале рассказывал меня была девочка из египта умница ты не представляешь у нее два образования было одно по компьютерам сайта другой по электрико инжиниринг умнючая была вот но в этом своем ходе знаешь как шахидка в одеянии в таком вот и и никуда не брали столько интервью прошло я думаю позже я всегда был как бы уверен что абсолютно толерантная такая девочка умничка понимаешь и в итоге взяли большую контору и взяли моторолу да дело в том что большие компании у них официально есть политика не дискриминационная они хотят разнообразить у них есть специальная политика и они должны выдерживать там и норму там в разных наций и когда там обязательно есть одно это заявление где ты пишешь какой-то нации оно прикладывается к твоему делу и там идет статистика маленьких компаниях никто на это не обращает внимание просто маленькую группу такой человек не вписывается в силу своей как бы то есть внешне я почему тебя спросил про расовое но последнее время эти новостями вот тут черного застрелили там там толпа вы что на улице чего-то они возмущаются и так далее то есть вот как бы явно жестокость полицейская понимаешь я им не трудно судить я даже не знаю о чем речь но я знаю например что у нас были друзья которые жили в средней части америки центральной части и они сказали что там очень негативно относятся к черным людям и конечно сегодня нет такой вот именно сегрегация официальной но к ним негативно относятся с ними это не так и так они просто и я деду на работе нам нет проблем но просто они черные не ходят все районы где живут белые и наоборот они там как-то фактически там и точно также они между прочим сказали что и к ним как у них очень мало мигрантов нет не русских вообще мигрантов америка там такой традиционно вместо дико и они очень плохо относятся к мигрантам тоже они плохо понимают акценты а напрягаться не хочется я слышал истории когда люди там из техаса американцы переезжали из техаса куда-нибудь там милбоке и говорили что к ним там плохо относится с ними дружить не хотят и такое тоже бывает такие традиционные но вот то есть не хочешь сказать ну я просто клонил с беспорядком периодически в стране бывают беспорядки ты помнишь когда вот это дело об избиении вот джейкинга нет не то что мы вот как бы наблюдаем что какие-то конфликты расовые там вокруг нас а люди все люди но безусловно вот когда сначала попадаешь страну есть такой знаешь как бы любопытство такое что они вообще кто они эти американцы какие и поначалу кажется что они такие же как на самом деле даже они такие они другие и индусы тоже другие китайцы другие и начиная со временем понимать вот этот разница она на более таком тонком уровне это трудно объяснить словами но разные все и белые американцы одни вот черные другие на параде а белые американцы например образованные и не образовываю тоже большая очень большая разница конечно конечно но безусловно они не такие вот точно как мы а я не совсем другие совсем другие даже трудно мне объяснить это словами но как-то получается так что мы привыкли но в те годы сейчас не знаю как что допустим человек который образованный да там он же такой был и шустрый он и шустрел как-то и пытался день из рам то есть как бы все в одном флаконе с ним было о чем поговорить и тут же он и шустрел и как взорван а здесь получается так что тут либо такой образованный тогда он работает в каких-то университетах и такой весь из себя возвышенный как бы эти деньги и не не то есть но он получает хорошую зарплату наверное да не бедствует но по части бизнеса совсем никак может даже человек быть допустим с хорошим образованием и сидеть на в элфире и такой будет этот словоплет такое что прямо златоуст работать не хочется участие и мы таких знаем очень много нас да да прямо говорит шейкспир да 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 а есть люди такие простые работники ну как бы и хорошие такие бизнесмены крепкие не чем как-то с ними общаться ну да праздную очень разная конечно все разные у всех разные это же иммигранты у нас калифорнии очень много иммигрантов это слово это слово здесь разные с одной стороны это хорошо то есть местное население белое да но привыкла уже здесь все говорят с акцентом этим никого не удивишь в этом смысле хорошо когда приходит даже интервью проходить то никто не будет это что-то 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 непонятно что ты говоришь и тебя как-то не унижают этим а вот привыкли уже среднего америки очень таки да они сделают вид что они тебя не понимают это будешь это они реально не понимают но с другой стороны то есть есть в этом хороший момент да и если там плохой момент потому что самому приходится это не просто английский чистый да нужно понимать и китайцев они по-своему говорят такое бракадабры что вообще черного сломит на них люди английский язык то они с детства изучают то есть это не второе них словарный запас большая грамматика хорошая звучат они так что вообще кошмар сейчас я думаю что уже и в индии наверное поскольку границ таких явных нет вот ты можешь выйти там на youtube и видео написать и ты вроде из индии да но тебе никто не говорит что и акция но тебе говорят но хотя все понятно было понимаешь если ты хочешь выйти на youtube и что-то сказать и чтоб тебя поделить но уже старайся потому что есть доступ в любой информации вот как произносить правильно там и тогда я я думаю что и родители наверное нет на уровне школы есть там частного колледжа это все принято помочь детям акцент слушаешь только сложно с детстве идет очень трудно но это правда у тебя были такие ситуации что ты из-за акцента вот какие-то проблемы попадала нет у меня не было я могу слова неправильно произнести на меня ты звучишь хорошо так у света есть специфическая такая опять же ты за памяти когда-то специфическая фишка вот в ее памяти она может сказать вместо правильного слова может сказать похожее по звучанию но другое и как-то вот они у нее не очень различают ну по-моему сейчас у тебя нет такого у тебя когда-то я сама не слышу этого я слышу я ж тебя слышу когда-то у тебя было такое последнее время я у тебя этого нет то есть ты как-то уже так разделился да ну когда приехали только вообще слушали новости вообще был непонятный поток сплошной непонятно для отдельные слова вот еще проблема язык у них другой да кто-то пишет а что в америке нужно обязательно обязательно нельзя как-то оботтись нет к сожалению нельзя нет ну в общем с другой стороны я бы сказал в том месте где мы живем толерантность очень высокая в отношении языков и чем более сложную работу ты делаешь чем более интеллигентную такую да я не знаю ученый инженер и так далее тем меньше обращают внимание на этом потому что тем больше важна твоя квалификации как бы уникальные свойства вот тот момент когда мы приехали это было очень популярно среди иммигрантов только что приехавших что надо нужно было пойти сдавать тесты на то чтобы получить работу канцелярского плана нужно было писать и печатать на машинке скорость машины всегда и тогда вот если там и все ходили в эти самые на курсы колледжи все брали эти классы по тайпингу по машинам а я преподавал до чтобы да чтобы быстрее печатать пройти за дальше люди получат попадали вообще в общем такие клещи потому что они работали среди административного персонала не очень высококвалифицированного буквально там бумажки там за 6 долларов за всегда и и это они были похоронены там на всю оставшуюся жизнь и получалось так что ты должен столько усилий приложить чтобы научиться печатать без ошибок усилий довольно быстро и и результате что вообще ничего я помню один из первых студентов у меня был он потом ресторан держал через много лет он работал на химическом производстве и дышал какую-то дрянью там в общем и получал долларов на 8 9 и он сидел у меня на уроке это было много-много лет назад вот если не 20 то 18 так около и так он с недоверием слушал или в какой-то момент он возмущен на мне говорит а тогда ребята получали на старт 20 22 доллара вот так 25 считалось очень прилично как сейчас может быть 40 вот и он значит слушал это все слушал и говорит как же так получается говорит он значит который в белом там халатике ходит значит там 25 долларов получает а который там химии дышит значит 9 я говорю а если ты говорю если бы хотел еще 6 получать они 9 то надо было бы еще печатать на машинке хорошо да как ни странно и в этом смысле конечно профессия вот и который тогда только возникла когда мы приехали она оказалась совершенно уникальной потому что она давала вход как миша тогда в свое время назвал черный ход силиконовую долину ты вдруг попадаешь сразу в стаю белых воротничков они они реднеков то есть но это не белые воротнички это да 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 условно да да инженерные то есть ты уже находишься среди более таких развитых людей и дальше может двигаться в этом направлении прощаемся с вами вот надеюсь что вам было не скучно и до новых встреч счастливо пока а